Автомобиль — это машина на четырех колесах, позволяющая легко и быстро проезжать мимо мест, в которых ты никогда не был и никогда не будешь, потому что всякий раз, когда ты оказываешься рядом, негде припарковаться. Но ничего, скоро машин на улицах станет меньше. Во-первых, в январе и июне 2015 года на российском авторынке было куплено 735 тысяч новых автомобилей. В денежном эквиваленте было потрачено 853 миллиарда рублей, что на 25 процентов меньше, чем в первой половине 2014 года. Отечественные машины подорожали на 13 процентов, а иномарки на 21 процент. По прогнозу, будет продано полтора миллиона новых легковых автомобилей. Это как бы маловато. А во-вторых, аналитики прогнозируют сильный рост цен на бензин и тут же получают от фаз предписание помалкивать, как будто это поможет бензину не дорожать. Есть еще одна причина, по которой автомобилей будет меньше. Оказывается, за время кризиса почти 60 процентов граждан лишились возможности копить деньги из-за повышения расходов. Около половины респондентов рассказали, что тратят все деньги на текущие нужды. Не смогли ничего отложить свыше 70 процентов опрошенных. Результаты исследования не удивляют, поскольку реальные доходы населения существенно сократились. В итоге люди стали зарабатывать меньше, а тратить больше. Не знаю как, но курорты Гоа стали доступны россиянам со скромным достатком. В 2003 году турбизнес Гоа впервые познакомился с россиянами. Дело кончилось с тем, что русские отбили, причем иногда в прямом смысле Гоа у британцев, до этого считавшихся крупнейшей туристической популяцией в здешних краях. В этом сезоне ситуация изменилась с точностью до наоборот. В 2014-2015 сезоне Гоа принял 537 чартеров из России. В 2013-2014 году таких было 985. Между прочим, отмечается, что ведутся себя российские туристы очень аккуратно. Ни мусора, ни грязи никакой после себя никогда не оставляют. Чего, кстати, не скажешь о немцах и тех же британцах. Российский фондовый рынок открылся снижением. Индекс ММВБ в минусе на отметке 1649 пунктов. В аутсайдерах – ТГК-1, ММК, Аэрофлот, Полиметалл и ГМК «Норильский никель». Среди лидеров роста – аптечная сеть 36,6, РДР «Русал», обыкновенные акции «Дикси», «Преф» и «Сургутнефтегаза» и бумаги «Фосагра». К открытию торгов в России сложился нейтрально-негативный внешний фон. Американские и европейские фондовые площадки закрылись в пятницу со смешанной динамикой. Ведущие азиатские индексы изменяются разнонаправленно. Поддержку рынку оказали вышедшие данные о возобновившемся снижении числа активных буровых установок по добыче нефти в США. Курс доллара на 20 июля 56,84 рубля. Курс евро 61,91 рубля. Золото стоит 2088 рублей за грамм. Серебро стоит 27,43 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent 57,36 долларов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.